Я понимаю Игоря Додона и партию социалистов, которые переживают, что после 100 фотосессий с президентом Российской Федерации, другими мировыми лидерами, после фотографий со всех церквей мира, значит, Додон проиграет человеку, которого три года вместе с Плохотнюком уничтожал, используя молдавские ресурсы, а сегодня к этому начал подключать и российские. Вся эта грязь, вся эта пропаганда напрямую связана с тем, что у партии социалистов паника. Они делали несколько опросов, значит, получив первый опрос по Бельцам, получив результат опросов по другим городам, стране, они увидели, что в первом туре, значит, я набираю 65%, значит, примерно столько же набирает наша партия в муниципальный совет, они увидели, что в первом туре мы выигрываем Гладианы, Рыжканы, Дроки и другие населенные пункты, они увидели, что во втором туре во многих городах они нам проиграют, и начались судороги. Они сегодня понимают, что без вмешательства России, значит, они проиграют выборы. Но я вам хочу сказать другое, что даже с вмешательством тех людей, которые помогают им сегодня за деньги в Москве, значит, они ничего не добьются. Все эти нападки, которые проводятся против меня, когда за несколько дней до выборов, результат которых, в принципе, известен, а для аналитиков и социологов понятен, значит, это попытка дискредитации меня, попытка тех людей, которым служит Додон и которые могут потерять свое рабочее место, это попытка повлиять на результаты выборов в Бельцах и в других городах Молдовы при Додоне, при новой коалиции, при сегодняшней коалиции, при будущей коалиции. Значит, я останусь здесь, я буду бороться за права граждан нашей страны, я буду бороться за будущее граждан нашей страны, потому что я обещал людям быть слугой своего народа, и я им буду.